Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Татьяна и мой канал. У меня в садочке. Хочу рассказать вам про калиемагнезию или калиемаг. Калиемагнезия является природным сырьем. Это минерал шинит, двойная соль калия и магния. В большой агротехнике широко не используется, но для частных хозяйств ее можно и нужно рассматривать, так как с ее помощью можно существенно улучшить плодородие почв. Данное удобрение является источником калия, магния и серы. Плюс имеется небольшой процент хлора, но так как содержание его несущественно, удобрение можно рассматривать как бесхлорное. Итак, в калиемагнезии содержится калия 28%, магния 9%, серый в виде вкраплений. Продается в виде гранул разной крупности и колотой, серого, желтоватого, розоватого и кирпичного цвета. Чем серее, тем больше хлора, чем желтее, тем больше серы, чем розовее, тем больше калия, чем краснее, тем больше калия и магния. Для каких почв подходит калиемагнезии? Применяется он на торфяных, где полностью отсутствует серый калий, с углинистых, где мало калия и магния, кислых обедненных, на песчаных и супесчаных. На черноземах его не применяют, так как нет особой нужды. Иногда только в случае выращивания культур, которые выбирают из почвы очень много калия, это свекла, огурцы, картофель, подсолнечник, имеет смысл рассмотреть целесообразность применения данного удобрения. Не рекомендуется применять калиемагнезии на солонцовых почвах, так как это приведет к дополнительному засолению. Применение калиемага способствует улучшению вкуса овощей, плюс более длительному хранению их. Если калиемаг применять для винограда, то повышается зимостойкость растения. Ягоды полностью вызревают, также защищает он виноград от болезней, связанных с недостатком минеральных веществ. При выращивании винограда калиемаг вносится перед началом созревания плодов. Для роз также хорошо применять калиемагнезию, она помогает цветам пережить зиму, и от подкормок калием цветы становятся ярче. Лучше применять его в водном растворе. Но вообще, большая часть удобрения вносится осенью, меньше весной. В зависимости от типа почвы, при основном внесении требуется от 300 до 600 грамм на сотку. Ее перекапывают осенью с верхним слоем почвы. Нельзя смешивать калиемаг с доломитовой мукой, мелом, а также мочевиной. Применение по необходимости данного удобрения может увеличить урожайность аж на целых 30%. Данное удобрение легко использовать, плюс является оно природным веществом, а не синтетическим. И к тому же магний улучшает вкусовые и питательные свойства плодов и ягод. Аналогов у данного удобрения нет. И наличие одновременно двух микроэлементов, серый магний, делает его уникальной подкормкой. Я свой калиемаг купила для винограда. Ну вот почитала информацию в интернете, подумала и решила, что внести его с расчетом на будущие посадки огурцов и картофеля тоже будет хорошо. Ну а если на ваших почвах внесение природного калийного удобрения тоже будет целесообразно, можете тоже рассмотреть данное удобрение. У меня пока все. С вами была Татьяна. До новых встреч, друзья!